Доброе утро, мои друзья! Мы пришли в эту кафешку позавтракать с мужем. Я сюда прихожу, но не так часто, когда мой муж работает немножко тут поближе, поблизости. Я сюда приезжаю, забираю его, и мы вместе завтракаем. Эта кафешка принадлежит общежитию университетскому. Тут университет, и вот эта столовая ихняя, видать, и они вот так сбоку открыли кафешку. Такую сделали, знаете, для наших, для здешнего, не то что уровень девочки, для ихнего менталитета, вот эта кафешка для меня, по крайней мере, считается более-менее такая красивая девочка. Почему? Потому что они же не заморачиваются. Ставят пару столиков, и все, девчата. И все, смотрите, как у него, вот везде у всех расцветает, у всех так, это вот. А я все сажаю, покупаю, такие дорогую, и все. Но пока моя еще не умерла, потому что я куда только не пробовала, и в тенечек, и туда. Сейчас на солнце прям поставила его, и вроде бы там ничего, неплохо. Ой, голос никак у меня не проходит, девочки. Никак он у меня не придет, никак у меня это, ну, вот это состояние, уже хоть состояние, хоть лучшее. Думала вообще больничный взять. Потом думаю, возьму больничный. Я и так столько на больничном была. Думаю, сейчас начнет мой шеф тоже обратно. Это же тоже легко сказать, да, как мой муж. Возьми больничный, а потом это все выдерживать. Его вот эти взгляды, его вот эти упреки, да, и тоже не хочется. И, знаете, ребята, все равно я сама по себе рабочий человек, да. И вот... Я говорю, что не говоришь ничего, он говорит, доброе утро. Давайте, говорит, позавтра. Стулья неудобные, прямо так назад идут, девочки. Ой, девчата, такая опухшая вся, больная вся. Но ничего. Ага, он говорит, разговоришь через нос, а что делать? Девчата, короче, мы вчера, мы вчера решили поменять павлина, нашу, нашу павлина, который сидит на яйцах, мы решили поменять место. Почему? Скоро, во-первых, уезжаем, а там еще у нее одно яйцо, которое еще, этот, сейчас я вам расскажу. Яйцо, которое еще не вылупилось, у нее есть еще одно яйцо. У нее же три яйца, два вылупились, одно не вылупилось. Итак, эти дни нам обещают дожди, да. И вот она вся промокшая там лежит. И вот еще главное в таком месте она лежит, но она сама его выбрала, я понимаю. И вот помните, где у меня индюки были? Я, конечно, там почистила, да, все от души так почистила, все убрала, подмела, все прозидифицировала, короче, это все. И говорю с собой, давай ее поменяем и вон там закроем. Почему? Потому что, девочка, у нее же павлинята, да, ну, павлиненки такие маленькие. А помните у меня, то ли в прошлом году, то ли позапрошлом году, вот так, она тоже высадила двоих, а там же такие сетки, а один туда ушел, так мы его три раза нашли, в конце концов, так исчез. А потом мы взяли, отдали, было четыре яичка, два она высадила, вылупились. И мы под курицу, потому что она не хотела, мы под курицу, вот не знаю, не брала свои яйца, вот два, вот отказывалась и все, на них не хотела сидеть. Нет, она сидела, вылупились вот эти два, и сразу встала, девочки, не стала больше сидеть, поняли, да? Ну, наверное, этот прошел, да, процесс у нее. Так вот, мы взяли этих два и закинули курицу. Курица у нас была, не сушка, не сушка, а кокку. Ну, вот эта кочка, кочка, ну, короче, девчат, не смейтесь, ладно, вы поняли, да? Так вот, и курочка высадила, просидела такая, молодец, вышли два. Тоже вот так, один исчез, тоже вот так, через сеточку. Там сеточки большие, с той стороны, да? Этот, тоже сидела где-то на улице кочка, они сами выбирают, где сидеть. Так вот, я говорю, что, во-первых, мы через неделю уже уезжаем, да? Я говорю, она мне будет здесь целый день за ними наблюдать, да? Они вот так выскочат, они же такие маленькие еще, девочки. Раз туда, она не уследит, раз туда, и все. Надо их, надо их поставить в такое место, чтобы... И, короче, мы решили ее взять и туда. Мы ей там постелили, все. Он ее поднимает, девочки, она как станет драться. Девчата, вы не представляете, как она орала, как она кричала. Мы ее раз, быстренько. Я понимаю, что сейчас кто не поймет, тот не поймет. Кто скажет, ай, ой. Короче, мы ее взяли и понесли туда. И быстро взяли ее деточек и яйцо, и тоже туда. Как яйцо, как деточек поставили. Девочка, она как будто успокоилась. Она увидела деточек своих, успокоилась. Но девочки на яйцо садиться не хочет. Крутится, вертится, крутится, вертится, крутится, вертится. Не садится. Детки за ней туда, детки за ней сюда, детки за ней туда. Такая прелесть, такие красивые девочки. Вот это то, чтобы не сглазить. Уже боюсь даже рассказывать девочке. Так вот. И, короче, она не садится. А уже темно. Уже темно. Мы специально... Надо было это ночью делать, но все равно. Уже темно, короче. Она не садится. Я переживаю. Потому что холодно, девочки. Если она не сядет, все детки умрут. Потому что они выдержат этот холод. И мы ее оставили чуть-чуть. Отошли и так. Мы и так отошли, да? Мы так раз смотрим, короче. Она села, девочки. Она села, но не на яйцо. Она другое место себе там выбрала. Прям на полу, девочки. Там какая-то дырка туда, где мы ей все постелили мягенько. Не захотела. На яйцо не садится. И там фрио. 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 Все. Ни кема. Хорошенький крем. Я не садится. Кеме, человек, кременький кременький. Холодный кофе принес. Не люблю. Люблю теплая, но не холодная. Она, короче, села. Деточек своих туда, вовнутрь. Села. Я уже успокоилась. Я говорю, сейчас темно встань. Давай ей яйцо подложим. Если он подошел, ночью уже это я очень посвятила и огур давай просветим это яйцо а вот она вообще пустое не стоит его даже подкладок девочки я не могу понять вроде у нее три яйца было два мы сами подложили и одну одну не было или два было одно подложили не помню девочки просветаю вы не поверите девчат там еще там еще там еще и ребеночка не цыпленочка не видно ну павлененко не видно там это жидкость еще но это жидкость а так тунту 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 туши поняли да я бы уже я врачу так поздно горит а яйцо у нее иду я к себе говори так и я понял вот я вот и луна родили метро микро на я выпускаю микроволновку засуньте на мне опять холодная молоко налила и все вообще не умеет не умеет не надо не работает и захожу себе туда к инкубатор подхожу и мне такая идея хочу я держу этот инкубатор вот вылупиться сейчас у меня да а потом эти детки с на их не примет потому что она не примет она такая вредная а нас от курицы которая была маленькая и ночью подкладывала это это вот она не принимала на его клевала на его хотела убить она его прозирала это и он нам пришлось отдельно держать мы ее никак не могли в ее к ней присоедини в какую и огур давай горе из целом говорю подложим ей вот этим там три яйца у меня а вот из этих трех из этих трех одно у меня есть потому что вижу что она там мы просветили шевелится дыхание есть и все есть как я говорю да а в другом нет в другом там вроде бы кому-то не знаю что-то было но замерзла не двигается вот 7 мая и 24 24 который она мне дала от ее дочки на один шевелится а другой еще еще жидкий как мы идем ночью как два партизана подкладывать ей эти яйца 3 яйца какая она продуманная девочки врасли чуть-чуть приподняли поставили она такая раз думаю что они возле моей задницы крутятся Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 оставлять а ты ему помогала я ему помогла родиться и все прошло не мог выйти с яйца он не получал его столько ждала 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 короче вот так ну вот наши хочется больше такого не будет девчата сегодня мерею забираю говорю мире мире это готова очень готовлюсь я хочу свитерок купить у нее такой свитерок страшный девочки я не хочу у кайтана много есть я не хочу взять кайтана искать на держит от тебе кому-то ношеная это унижение я считаю но мне так кажется что мне стоит 20 евро 25 евро самый такой дорогой свитерок пускай одевает девочки потому что я уже и столько времени смотрю она ходит в этом свитере такое ощущение что брата свитера дела сейчас когда поедем потому что у нее есть не знаю но спросить тоже так у тебя что другой одежды нету да мне как-то неудобно видите я опять расставила и опять оттаяла вот эти мне долго зло удержать не могу девочки я же была на мере и очень обижена после этого всего ну ладно девчата с кем не бывает я что же прям не идеально хотя бываю местами идеальный ладо давайте по завтракам не хочу перед вами чавкать потому что потом вам неприятно я не хочу делать я уважаю вас есть люди которым без все равно я кушаю не кушаю ем завтракаю что а есть люди которые раздражает а я хочу всем нравится как солнышко добро доброе утро всем завтракшего дня все я опять и опять буду говорит снимать что-то герть ягод остыл ну хочу чтобы меня поддержали ой ягод все воспринимаю любую любую критику он короче воспринимает если будете дарить какие-нибудь подарочки но подарочки это сердечки там напишите что-то такое я думаю девочки хочет от вас посылки поняли да не обращайте внимание я перевожу то что он говорит но девочки я вам честно говорю у нас все есть нам ничего не нужно мне неудобно когда он такие вещи говорит но он такой и выгод отправаете мне говорят рецепты я вам буду готовить кушать сахаром без сахара экологически влажное и сухое я готова буду готовить то что вы мне предлагаете даже прыгать герть у меня я хочу что вы меня поддерживали tengo abandonado последнее время как я вас забросил сегодня я буду делать видео и аси покито-пока и опять начнут по тихоньку что так это у меня остановились подписчики вы ходите говорит папа магазинам и рассказывать смотрите какой блогер испанский карнизера фруктера мучащих геренда купон всем гордово говорите который мясо продает который продукты подает говорит я не за вакцина касс можете приезжать ко мне в гости но у меня дешевритор и умолопа ковингой подписчиков когда наберу 1 миллион 1 миллион сразу ягод выберу какой-нибудь 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 и приглашу к себе домой личная он вам сделать билет девочки и еще он вам даст яйца ягод вам яйца домой огурь яйца мои если говорит если вы два и жена пустинга а зато этого могу дать сливы ягод ночью украду яички и добавляется пока ягод буду воровать пока 12 потом я вам готовлю быть такие пончики и ручки он приготовил херончик и девочки я не фантазия это не фантазия силоса вас не буду чуфар нас а 15 куполе а если берете каждый из вас по 15 человек я вас за луну за пирога кима пирога 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 парикмахерскую когда ходите всем рассказываете за меня какой шикарный мусором и манесеси то есть у петтоле каждый из вас наберите мне по 100 штук по 100 штук девочки и потом все едете с ним на луну я пикал каждого по куполе извиняюсь у меня говорит там говорит вот этот летающий аппетит говорит и 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 Я сказал, что... 60 лет, ты видишь? 60 лет, я говорю... Я говорю, 55 лет... 55 лет. 55 лет... 55 лет... 57 лет... Ты нациял я 70? Да! 67 лет! Я сказал, что я не ошибаюсь... Я сказал, что я не ошибаюсь... Я сказал, что три года, вернее! У мамы лежали там. Моя мама сомневалась. Когда родился мой сын? Взяла и написала 67. А так я сам 70-го. Ладно, мой папа. Регистра этот ребенок. Да, да, да. Я же такой хороший. Масколько рублей. Лучше чем рубль. Сколько миллионов рублей? Я стою. Скажите мне. Копейки, копейки стоишь. Копейки? Этимус? Этимус? Что ты рассказываешь, Мария? Если Брапи не находит на моем. Даже Брапи не находит на моем. Они находит на Холливуд. Просто не повезло, потому что они родились в Голливуде. Талавера не так популярны. Талавера не так популярны. Талавера не так популярны. Талавера, который нет. Это серамический город, ну, керамика, да, как говорится? Я говорю, ты родился в городе, где керамика не уйдет, поэтому... У меня есть очень хорошая вещь. Да, но ты не родился, где ты делаешь фильмы. Кто меня зовут? Кто меня зовут? Президент ему звонит, девочки, из Америки. Да? Нет, нет, нет. Не, нет, нет. Я не хочу 10 мисилов. Какой дурак, никто ему не звонит, девочки. Я не хочу маскаринку. Что ты мне продаешь? Заhdezك. А, ты приветствовала к Беливису? Я ollut Gastрию и Кинифюль hurdle моих двух доставов. У меня есть здоровый дом. И он колехи. Я говорю, у меня ест хорошая вещь. У меня просто нет ребенка... старая99нация! У к32... У меня 계 104 года. Нет. Белив仙ga? Скажи, был ли брендан? позвонит девочки позвонил бакова а это траме мужчины бывший президент какой-то с проблемой ты ведь проблемы очень сильно нравится короткие юбки мая жена говори подставь трубку адиоскала пайаса Трамп сказал мне, что он мне послал деньги Бифу Это п*** Он подлизывается ко мне, потому что он блогер Это как лохи Ты посмотри, он красный Я думаю, что он дал сон в десерту Загорел до слишком Что? Мы идем Все, уходим У меня там коробки лежат Надо печенье складывать Сегодня вечером видео делаешь Завтра три сразу Уже два у меня есть готовых Что-то я охладила Я думаю, что лак Это и за жарой Девчата, у нас вообще не жарко сегодня Сегодня такая погода хорошая 15 градусов Балдеш, девчата 15 градусов ВСиграю, что-то ВСиграю, а мне кажется Сирена, сколько? ВСиграю, а теперь 20 ВСиграю А если вы, давайте Угадайте Сколько? Что-то ВСиграю 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 19 градусов Сейчас Я говорю, какой умный, посмотрите, я сказал в 20. Я сразу могу узнать. А ну, откуда ветер? Ну, в серии, конечно, масса космоса. Я говорю, оттуда все вижу. Кто работает, кто не работает. Кто прячется. Девочки, ладно, у него эти дебильные разговоры не заканчиваются, девочки. А мне надо пойти еще подружек увидеть. Короче, вот так, девчата, иду домой. Девочки, не пишите мне, что я плохо выгляжу, я и так знаю, что плохо выгляжу. Но зато я всегда ухоженная, посмотрите, волосы всегда чистые. В голове нет каких-то дурных мыслей, это же самое главное. Не думайте плохо, девчата, думайте только хорошо, окей? Не думайте плохо, девчата, думайте только о позитиве, понимаете? О позитиве, о хорошем, о плохом за нас уже подумали. Так что бросьте это. И еще хочу сказать... А, девчата, подождите, хочу сказать кое-что. Подождите, а где мой телефон? Подождите, у меня есть одна подписчица. А где же мой телефон? Сейчас... Ой, неужели этот зам... А, нет, вот. Сейчас, подождите, я вам сейчас скажу. У меня есть подписчица, которая со мной уже давно. Яна, взрослая женщина. Она живет в Махачкале. У нее день рождения было на днях. Но ее внучка мне сказала так поздно, девчата, что я... Ну, как вам сказать? Я не успела просто, да? И вот, она мне попросила... Вот так. Девочки, как вы меня любите? Смотрите, мне девчонка со своего сада отправляет. Дай Бог вам всем здоровья, девочки. Вот. Мне ее внучка попросила ее поздравить. Сейчас я вам скажу. Ой, подождите, дайте мне ее найти. Смотрите, она мне пишет и... Она мне пишет. Здравствуй, моей бабуле завтра день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста, на видео. И я ей, конечно, написала, дорогая моя. Я видео делаю, вот сегодня запишу. Иногда бывает, что в день два видео записываю, девочки. Редко, но бывает. И на следующий день я выкладываю. Если я там... Или интернет плохой, или еще не скачался второе видео. Тогда на третий день уже... Еще на... Другое видео на третий день выкладываю. Потому что у меня интернет слабый в моем доме. Здесь-то у меня нет никаких проблем. И она мне... И она мне пишет. Вот. Она мне голосовым. Я ей говорю. Ну, скажи мне какое имя какое-то. Все. И она мне отправляет. Подождите. Она так тихо еще говорит. Подождите. Моя бабуля зовут Сулейманова Аминат Магомедовна. Она родила в 1961 году. Рожает в городе Махачкала. Родом из Карлдахкенского района села Данак. Так что из Карлдахкенского района села Данак. Есть у меня подписчица, которая живет в городе Махачкале. Как ее имя так она... Моя бабуля зовут Сулейманова Аминат Магомедовна. Сулейманова Аминат Магомедовна. Поздравляю вас с днем рождения, моя дорогая. От всей своей души желаю вам крепкого здоровья. Потому что ваши года уже ничего так не важно, как здоровье ваших детей, здоровье ваших внуков. Здоровье ваше. Самое главное, чтобы вам не мотали мозг. Чтобы вам не делали нервы. Чтобы вас уважали. Уважение у вас и так, наверное, есть. Но хочу сказать, чтобы ценили. Чтобы были благодарны, что вы им подарили жизнь. Чтобы ценили каждый момент, который с вами они находятся. Чтобы у вас было все хорошо. Чтобы вы эту жизнь прожили, долгую-долгую жизнь. Чтобы вы жили долго-долго-долго. И наслаждались. И чтобы всех, кого вы любите, были всегда рядом. И чтобы вас не подводили. Вот и все. От всей моей души большое вам спасибо за то, что вы меня так поддерживаете. Ваши внучки. И вам. Так что... Спасибо вам. Девочки, смотрите. Вот эта девчонка. Аляска. Салам алейкум. Что-то она мне перестала писать. Вот смотрите, насколько вы мне важны. Да? Что? Нету такой вещи, которую вы мне подарили. Которые мне выслали. Да? Чтобы я не пользовалась, девочки. Вот специально. Да? Чтобы вот человек видел. Да? Что насколько я ценю. Да? Вот. Это тоже мне подарили. Я на ключе. Вот. 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 Знаете, вот. Нету ничего такого мне важнее. Вот. Пускай это стоит ерунду. Мелочь какую-то. Да? Но она мне очень дорого. Потому что человек... Дело не в том, сколько он мне обошелся. Дело в том, что вот человек подумал обо мне. Пошел. Время свое потратил. Денежку свое потратил. Потом пошел. Взял коробку. Это все сложил. Мне отправил. Дорогого стоит. Вот. Я ношу с большим, с большим удовольствием девочки. Вот всегда он со мной. Знаете. Все время, когда я вот так в машине еду. Он вот так у меня висит. Он, главное, самый низкий такой. Да? И смотрите, как красиво смотрится. И, главное, и со вкусом еще мне отправила. Короче, мне очень нравится. Так что, Аляска, вам тоже большой привет. Девочки, всем вам привет. Всем. Почему я эту женщину поздравила и многих вот так? Потому что она одна из моих давнейших подписчиков. Девочки. А это надо уважать. А я уважаю. Еще такая взрослая женщина. Постоянно смотрит меня. Говорит. Постоянно говорит. А тебе, говорит, говорю. Всем рекламу делаю. Девочки, делаем репосты. Ставим мои видео. Куда угодно. Пихайте, раздавайте. Делитесь. Делайте меня еще популярнее. Назло всем. А кому я не нравлюсь, девочки. Ну, простите. На вкус и цвет товарищей. Ну, вот так получается. Что теперь делать? Вот так. Так что, вот так, девчата. Ну, самое главное, жива-здорова и все. Слушайте, через нос говорю. Такое, это, как будто вот. Ну, я капаю себе туда. Короче, капаю себе сюда. Ой, пойду я, девочки. Пойду я, пойду я. А то это не заканчивается. Люблю вас. Ценю вас. Пока, ребята. Пока, ребята.